Конечно, министр энергетики просто одно удовольствие начинать репортаж, начинать наш вебинар. Конечно, вопрос, когда министр энергетики говорит, вот это инновация, мы вас обеспечим энергией, все, конечно, здорово, все замечательно, будем работать. И последний вопрос, видели, когда он радостно уходил, ну если чем-то надо помочь, давайте мы всегда рады вам помочь. Юницкий им так говорит, что друзья, вот самая большая от вас помощь, не мешайте. И это, друзья, как раз максимум, что сейчас нам от Белоруссии есть самое благоприятное такое слово, что нам не мешают. То есть они спокойно наблюдают, они смотрят, а у нас есть возможность строить, делать, показывать, приглашать инвесторов, делать производство. Это как раз, друзья, от того, чего у нас не получилось в Литве, это того, что у нас не получилось в России, вот по разным причинам. Поэтому на сегодняшний момент это Белоруссия, вот это сегодня белорусская компания за устроенные технологии, это белорусская технология. Вот и, в общем-то, друзья, наверное, это не то, что наверное, а это абсолютно справедливо, это абсолютно правильно, вот это абсолютно закономерно. Вот, естественно, что сегодня адресные проекты и первые уже демонстрационные готовятся в Австралии. То есть вот 28-го, 29-го, 30-го будет большая делегация с Австралии в Марьиной горке, приезжает Род Хук с основными экспертами, именно ключевыми экспертами Аурикона. То есть это компания, инженеринговая компания, которая является партнером за устроенные технологии, партнером компании Skyway, которая проектирует именно уже станции для санкерными опорами, именно высотные станции. И эта компания, у нее есть очень хорошее РММ, есть что показать. И сегодня это основной подрядчик по исполнению инженерных работ, проектированному самому производственному строению в мире, в будущем, в будущем, в 400 суток, в моменте, в 400 суток, в моменте, в 400 суток, в 400 суток, в 400 суток. Поэтому это серьезно. Едет сенатор штата, где выходит АИДов, где будет строиться первая австралия, Это новая транспортная система, она эстакадного типа. Это одно из наших транспортных средств, так называемый, мы назвали ее НИБАЙК. Это самое экономичное транспортное средство мира. Если перевести электрическую энергию, электропривод в топливо, то на сколько на друг пути, при скорости, сколько в час, 0,7 литра топлива. Идет монтаж первой австралии, для скоростной трассы. Но сейчас, конечно, приоритетом, это именно показать все преимущества технологии инфраструктурных частей этого проекта. Они соизмерены, либо они значительно ниже, чем то, что у нас есть на сегодняшний день. Значительно ниже, чем то, что есть. Ну, я бы сразу же истакадный транспорт, истакадный. Аналоги – это монорейс, поезда на монетно-подушке, канатная дорога. Даже сравнить с монорейсом транспортом, у нас где-то дешевле 10-15 раз. За структурой истакадный. Если сравнивать с скоростными же дорогами, где-то 30-40 раз. При том, что мы можем достичь таких же скоростей, у нас есть разработки, мы скоро уже будем изготавливать подвижный состав и строим дорогу длиной 17 метров, где мы планируем получить скорость 500 метров в час. То есть это с учетом строительства всей инфраструктуры, станции самой, дороги… Да, у нас, ну, смотрите, поезд 90-сотни метров, перрон какой должен быть. Вот те, где у нас… Вот транспортно-соследство – длиной 10 метров. Друзья, те, кто не понимает… Мы построили сейчас пересадочную станцию, вы как сказали, 50 метров, это поздний Марийный город, где есть тестовый участок. Ее размеры – 12 на 18 метров. Трухотажное здание. По производительности, потому что там у них пересесть с городского на русскую скоростную, это дубайская работа. 50 миллионов послежок в год она может пересадить. Да. А здание – 12 метров. Дубайская работа, если бы там, км. Там человек поднялся, да, сел и поехал, у нас нет расписания. Приехал, опустился, где-то лифт, для инвалидов, да, кто-то… Подняться на таже-то не стоит. Поэтому инфраструктура дешевая, дорога дешевая, подвижность, состав дешевый. У нас по энергетической части очень много много. У нас же и кооперация энергии, у нас в энергобеспечении, у нас в мегаполисах, особенно там, где еще не начинали это все, это та же Россия, может быть, и через союзные проекты. У нас же поддержали Сан-Гелори все время, в 19-м году. И поручил Лингу, тогда был премьер-министр, поддержать проект, зафинансировать и так далее. Линга не была, мы походили и уехали. И фактически мы сейчас выполняем поручение президента. Я нашел, как бы финансировать, краудные инвестиции, это финансирование толпы, так скажем, народом. У нас сейчас около 80 тысяч инвесторов из 802 стран мира. И деньги приходят сюда. Представляете, 8-2 страны финансируют то, что мы делаем вложить. Таким образом, вот эти три пролета… Вы сумели это сделать? У нас есть целый ряд адресных проектов, в том числе и для Минска, и для области. Чтобы поручение президента построить кольцевую дорогу, ну, растянуть в городе, в округе, в Мальнагорке. И первый тостый участок, мы уже запускаем. Когда мы слышали этого, для вот этой машины, ЮНИП, мы с ней предложили, мы премьер-министр посетить трассу, мы, конечно, 300 тысяч. Мы, разумеем, что у нас есть люди, которые способны генерировать идеи, как мы могут создавать бизнес, по сути дела, на пустом месте. И этот проект направлен не столько на наши внутренние потребности, сколько на весь мир. Поэтому успехов вам, значит, ну и надо работать. Да, мы готовы, мы обеспечим вас электроэнергией в том объеме, атомно строим. Более того, видите, в рамках интеграции атомной станции нам необходимо решать вопросы по увеличению электропотребления в стране. 300 тысяч, а здесь мы рассматриваем абсолютно все на одной весе. То есть, соответственно, если будет 10, так и 20 вверх. Но, друзья, чем регулярно отличаются? Вы видели, что станции, которые вот танкерный опор показали, это основа станции, которая принимает напряжение. Это технологическая основа станции метро. Вы видели, насколько она простая? То есть, у них нет две небольшие станции, которые смонтированы за 20 минут. То есть, можете себе представить, чтобы станцию метро, основу ее могли смонтировать за 20 минут? Сделать все. Ничего не надо. Только не мешать. Все. Ну а 7 литров топлива? Какое топлива? Конечно. Если прийти электроэнергию. Ну, вы знаете, мафет больше расходов. Вот теперь, друзья, что это позволяет делать? Мы специально поговорим сейчас, друзья, потому что через неделю, считанные недели вы увидите уже монтаж этой системы, а через месяц вы увидите уже ходовые испытания. И чтобы не было такого вопроса, ну и что? Вот. И, как сказал Алексей, эти трассы начали строиться только в мае месяц, легкая система. То есть, а вот эта промежуточная опора, которая сегодня, она вообще спроектирована и смонтирована за последний месяц и изготовлена. Вот. Не говоря уже о том, что сами юнибусы и юнибайки изготовлены менее, чем за полугода. То есть, где-то 4-5 месяцев. То есть, срок, друзья, изготовления и вот сейчас преступления именно к испытаниям, он просто неимоверный. Так вот, друзья, сегодня это полный аналог воздушного метро. Это 300 тысяч пассажиров в сутки. Но, первое, это более чем на порядок, это даже почти на два порядка дешевле, чем сегодняшнее метро в строительстве. И потом, это более чем на порядок дешевле в эксплуатации. И, что самое главное, друзья, сегодня можно четко заявлять, что технология Skyway, инженерная компания, которую возглавляет инженер Юницкий, сегодня может предложить концепцию городского транспорта, который в течение пяти лет любой мегаполис мира может избавить от пробок. Друзья, это сильное заявление. Вот скажите, кто еще сегодня может заявить, что он может полностью решить транспортную проблему любого мегаполиса? Автомобиль? Нет, друзья, в принципе, сегодня все понимают. Автомобиль только будет усложнять городскую систему, потому что их становится все больше и больше. Попускная способность дорог ограничена, эстакады сегодня строить дорого и сложно, поэтому проблема с автомобилем будет только нарастать. Эстакадный транспорт сегодня, который ставить второго уровня, в сегодняшних городских условиях его невозможно построить. Поэтому единственное решение это метро, поэтому его сегодня копают, не в зависимости на неимоверную дороговизну, второе, не наимоверную дороговизну в эксплуатации, потому что сегодня миллионы кубов воды выкачиваются из московского метро, а про питерское метро, друзья, я боюсь даже говорить, потому что там есть в болотах, где проходит метро, там вообще круглогодично намораживают, представляете, намораживают лед для того, чтобы избежать движения путевой структуры, то есть это неимоверно дорого, ни о каком вопросе ось окупаемости или это даже речи быть не может. Вот, соответственно, когда предлагается система и концепт, то есть сегодня можно четко утверждать, пролеты 200 и 400 метров они позволяют перейти с любой улицы на любую улицу, они позволяют пройти любой авиадук, пройти любую преграду, которая необходима. Более того, на следующий год Юницкий покажет 800 метров, а к концу следующего года уже полтора километра. Во всяком случае, о таких проектах сейчас уже речь идет. А в принципе, на мой вопрос, а сколько теоретически возможны сегодня пролеты для сегодня байков и юнибусов, значит, соответственно, Анатолий Владимирович сказал, что сегодня он прорабатывает вопрос уже и до трех километров, естественно, там нужно несколько более серьезных технологических решений, а вообще, возможно, до пяти километров. Так вот, друзья, и это все без вантовых мостов, это без усложнения системы. Так вот, друзья, вот казалось бы, сейчас перед вами такая небольшая картинка, где стоят два столба, где какие-то Г-образные вещи. Вот, так вот, друзья, это почему сейчас очень важно показать и чтобы, потому что через там две недели все будет смонтировано и будет казаться, ну и что, друзья, это есть. Так вот, это началось все строительство менее трех месяцев назад. А вот сегодня промежуточной опоры и того меньше, потому что этот концепт возник уже буквально по ходу того, как сегодня идет. При этом, друзья, монтаж разгонного блока фермы, которые сегодня идут, которые находятся, видите, чуть левее там, где стоят промежуточные опоры, это также идет и сегодня идет уже установка и изготовление и установка поля. Это, друзья, процесс, который к этому отношению имеет. Так вот, друзья, чтобы вы понимали, вот эта система, которая сейчас, Михаил, видите, на фотографии стоит между системами, которыми решат все проблемы всех мегаполисов мира. Всех. Потому что их можно сделать на любой улице, это вместо фонарных столбов или совмещая их с фонарными. Анкерные опоры могут занимать всего 4, 6, 8 квадратных метров и монтируются они за считанные минуты. Соответственно, это поворотные опоры. Можно поставить любой высоты промежуточной опоры, выходить на высоту и проходить пролеты 200, 400, 800 и полтора, соответственно, километра без удорожания путевой структуры. И это, друзья, то, что сегодня изготовлено и в ближайшие, как вы в репортаже слышали, в ближайшие дни, сколько это мы увидим, это будет уже переходить в испытания. Так вот, друзья, чтобы понимали, ни одна сегодня технологическая школа, ни одна технология не может заявить, что она сегодня решает все транспортные проблемы мегаполиса. А мы, друзья, можем позволить себе это сказать, потому что действительно подошли к решению, когда позволяет решить все транспортные проблемы. Причем второй момент, друзья, что наш... Так, наверное, Алексей, давай тогда фотографию, где у нас стоит Unibike и Unibus. Это вот из твоих слайдов, которые идут по эту самую. Можно поставить один, где стоит Unibike и Unibus. Я тоже еще акцентирую внимание на именно городской системе, потому что очень много было вопросов. Кто видел, кто находился, что... А почему... Да, вот, друзья, вот пускай эта картинка стоит, она вот просто идеальна. То есть мы с вами отдельно посмотрели сейчас путевую структуру, которая монтируется, делается и в ближайшее время будет подготовлена. А вот подвижной состав, то есть это Unibus и Unibike, который будет испытываться, делаться и который будет основой всей городской инфраструктуры транспортной в ближайшие 3-5 лет. Именно Unibike и Unibus. Вот. И про Unibike мы вообще будем отдельно говорить, потому что это оказалась настолько мощная находка. Мы вот думали, что это просто легкая схема входа в транспортный сектор, чтобы никого не напрягать, что это туристический прогулочный велосипед 21 века. А во что, друзья, реально превратился наш Unibike, сейчас даже трудно говорить и анонсировать чуть-чуть. Алексей тоже эту интригу вам добавит. Просто, Алексей, ты тоже не так явно сегодня рассказываешь, что что будет с нашим Unibike. В Юрмале мы покажем, друзья, первые чудеса, которые будет открывать этот Unibike. Я могу сказать, что мы удивим очень многих, когда мы объясним, что такое будет Unibike. Но это будет только одна из многочисленных, многочисленных, многочисленных функций, которые будут совмещены и будут в нашем Unibike. Поэтому Unibike это вообще, друзья, уникальная вещь. И за ним такое будущее, которое сегодня, ну, многие из вас даже просто не представляют. Так вот, друзья, на заднем плане стоит Unibus. Это задают вопрос, а почему там нет кресел? Почему тебе там не надо сидеть? Я, соответственно, сначала чисто машинально ответил, а потом, когда стали уже продумывать, и у Unibike эта мысль очень так хорошо прослеживала, что, друзья, когда вы заходите в лифт, допустим, вы поднимаетесь в небоскребе на сотый этаж, там тоже почти 5-7 минут подниматься. Вот. Вы спрашиваете, а почему, соответственно, в лифте нету посадочных, почему нету кресел? Хотя там, видите, вот на заднем плане, ну, в смысле, на задней стенке стоит два посадочных места. Это все-таки из 14 человек, которые там едут. Мало ли, больные, беременные. Им еще, чтобы они все-таки могли посидеть. Тут весь вопрос. А если там будет 5 беременных? Ну, во-первых, друзья, Unibus идут с периодичностью в одну секунду, вот, поэтому, ну, пропустите через секунду, через две, через пять, через десять. Вы сядете там, где можно будет сесть и поедете дальше. Так вот, друзья, почему эта логика городского лифта? Потому что сеть вот этих вот легких трасс, которые сеткой будут находиться над мегаполисом, вы в течение со скоростью 150 км в час, вы из любой точки Москвы в любую точку Москвы можете приехать за 10 минут. Соответственно, в этом плане, зачем вам надо кресло, зачем вам сеть, если вы спокойно сели, посмотрели по сторонам, и через десять минут вы приехали в любую точку Москвы. Может быть, с одной пересадкой, может быть, без пересадки. Поэтому сегодня логика городского транспорта переходит в логика лифта. Это горизонтальный лифт, который перемещает вас из любой точки мегаполиса в любую точку мегаполиса. Причем быстро, бесшумно, экологически чисто и очень дешево. То есть дешевле, чем сегодняшнее метро. Поэтому это сегодня логика лифта, который находится на втором уровне, горизонтальный лифт, который соединяет разные точки города. Поэтому, друзья, он без кресел, то есть два места просто для того, чтобы если кому-то это необходимо, они сидели. Второй вопрос тут задавали про инновационный пол. Почему он зеленый и изображен в виде травы? Это, друзья, не просто так, это не прихоть, это не дизайнерская. Это абсолютно взвешенное решение, потому что, когда вы находитесь на высоте 5-10, а иногда 20-50 метров, то у вас нет под ногами, соответственно, вы не видите под ногами черное пространство, и у вас ощущение, что вы находитесь в комфортном условии, вы над землей. Если сделать черный или темный пол, у вас сразу возникнет ощущение высоты. Это я вам могу сказать как бывший человек, имеющий отношение к авиации, особенно к парашютному спорту. Вот, поэтому, когда у вас есть вот это вот приближающийся зеленый пол, то высота чувствуется очень-очень-очень сильно. Поэтому зеленый пол, а еще на нем есть фотографии бабочек, стрекоз, то это, во-первых, это создает очень веселое настроение, во-вторых, это убирает ощущение высоты. И второе очень важное, это очень прочный сэндвичный пол, который является собой и очень прочную технологическую панель, и в то же время через него идет обогрев, то есть это система, которая обогревает, и в то же время, которая защищает сам корпус, потому что через него идет основной каркас. И задача была сделать его очень тонким, очень прочным и очень функциональным. И вот все эти задачи сегодня у этого инновационного пола в юнибусах решены. Таким образом, друзья, это городской лифт, это система, которая перемещает все население мегаполиса из любой точки в любую точку, с пропускной способностью 300 тысяч пассажиров одной веткой, соответственно, с ценой проезда гораздо дешевле, чем сегодняшнее метро. И, исходя из этого, очень интересный сегодня вопрос, когда задают вопрос, а сколько стоит километр дороги? На что сразу я начинаю в лоб спрашивать вопрос. А вот вы когда хотите купить квартиру в доме, вы спрашиваете, а сколько стоит метр лифта? То есть вам зачем знать? То есть можно спросить, сколько стоит весь лифт, можно спросить, сколько стоит кабина, можно спросить, сколько стоит машина подъемная, электрическая. Но с другой стороны, ребята, а вам зачем это знать, сколько это стоит? Как минимум, я думаю, что когда вы покупаете квартиру, вы интересуетесь, сколько стоит квадратный метр жилья, а вообще реально сколько стоит квартира. А еще реально сколько вы будете платить за проживание в этой квартире. Вот это, друзья, объективный вопрос. Вот точно так же и здесь. Так как сегодня система вот этого городского лифта входит в общую систему, то сколько она стоит? Более того, у нас есть решение, когда они будут подниматься на большие высоты, то есть на 100 метров на высоту, и они будут совмещены, анкерные опоры будут совмещены с зданиями. Так вот, я могу сказать, что стоимостью дороги можно пренебречь, потому что 200-300 тысяч квадратных метров, которые будут давать недвижимость, они будут, соответственно, покрывать всю стоимость дороги, и можно сказать, что ездить там все еще будут и бесплатно. Вот, поэтому это, друзья, абсолютно другая логика, которая сегодня ходит, и ее тоже надо очень важно понимать. Вот, и сегодня готова полная концепция строительства в сегодняшних мегаполисах, не напрягая, ведь сегодня самое сложное в мегаполисе это что-то менять. Даже в Лондоне, вот мы сталкивались с тем, расширить на метр дорогу, это значит сделать транспортный коллапс. Соответственно, технология Skyway, Unibus позволяют строить новую транспортную инфраструктуру второго уровня, не мешая, не напрягая сегодняшней инфраструктуре. А с учетом, что это совмещенная структура и для Unibus, и для Unibike, значит, это уже для индивидуального транспорта электромашины, где вы можете крутить педали, двигаться со скоростью 60 км в час. Если вы добавляете энергию от аккумулятора, вы можете двигаться со скоростью 150 км в час, соответственно, это все единая инфраструктура. И это, друзья, то, что в этом году начинает проектироваться уже в адресных проектах, а к середине следующего года мы, друзья, уже увидим конкретные адресные проекты. Еще раз говорю, друзья, к середине следующего года мы с вами увидим уже не то, что реализованные, а реализуемые в строительстве конкретные адресные проекты. Это, друзья, тоже очень важно понимать и очень важно представить, когда по срокам, когда будут первые заказы, когда будут. Ну, во-первых, первый заказ уже идет, потому что эко-технопарк это то, что мы, как Краут Инвестинг, заказываем и строим. А то, что сегодня прорабатываются адресные проекты, они уже сегодня реализуются. Вот, поэтому, друзья, это тоже очень важно понимать и сегодня две цифры, на которых я хотел остановиться. Это 50 миллионов пропускная способность перестадочного узла, это больше почти два раза, чем Дубайский аэропорт, но это 12 на 18 метров. Это тоже уникальная транспортная система. И второе, это городская система и что сегодня городской лифт, сегодня Юнибус позволяет решить любые транспортные проблемы всех мегаполисов мира. И это, друзья, понимание 29 ноября это станет очевидным всем. Сегодня многие просто говорят, мы не верим, что это может произойти, мы не верим, что это все поедет. Значит, друзья, сегодня осталось не так много времени, когда мы все это увидим. Еще один очень важный вопрос, я его просто сейчас, друзья, вскользь скажу, но это тоже, друзья, потрясающая вещь. Мы когда были на конференции в Словакии, тоже общались с специалистами транспортной отрасли и задали вопрос, а контейнеры можно возить по вашей структуре? Мы говорим, а зачем контейнеры возить? Лучше контейнер перегрузить, потому что 4 Юнибуса или в грузовом исполнении это будет Юнитрака. Вот, они, 4 таких, это как один 20-футовый контейнер. Зачем вам везти контейнер, который сам весит почти 5 тонн, для того, чтобы везти, если вы с ним везете одежду или какие-то продукты питания, то сам контейнер весит больше, чем вы везете. Поэтому лучше делать систему перегрузки. А вот теперь представьте, вдоль всех дорог в Европе будут стоять вот такие небольшие опоры, и по ним в автоматическом режиме будут возить все грузы, которые возят сегодня все фуры в Европе. То есть, другое утверждение, которое сегодня происходит, что в течение 5-10 лет все фуры можно убрать с дорог Европы. Соответственно, как только они об этом услышали, друзья, это был просто шок, потому что сегодня основная проблема, там уже думают и делать выделенные трассы для автоматизированных грузовиков. Сегодня фуры на дорогах – это основная проблема транспорта. Во-первых, они же, друзья, сжигают сотни миллионов тонн топлива в городах, мы этим дышим. Во-вторых, это основная загруженность магистралей. В-третьих, это аварийность на дорогах, потому что фуры – это страшная вещь, которая летит с большой скоростью. И очень много случаев, когда дальнобойщики засыпают, когда неисправность машин, то есть, очень большая аварийность с участием фур. Так вот, друзья, мы сегодня можем все фуры в течение 5-10 лет убрать со всей Европы. И, как вы понимаете, это еще одна очень важная проблема. И когда надо вам пройти пролеты, почему очень важно, 400-500-1,5 километра, если вам надо пройти через реку, допустим, такую, как Неман, то вы можете это одним-двумя пролетами проходить. Это без строительства мостов, без удорожания системы. Это тоже, друзья, одно такое маленькое дополнение, это маленькое, что мы показываем. То есть, сегодня, друзья, мы подошли к тому, что мы можем сегодня однозначно утверждать, что все пробки в мире, мы решаем эту задачу, а это сегодня головная боль у всех мегаполисов. Мы решаем проблему экологии, потому что мы убираем сегодня автомобили с улиц. Мы решаем проблему сегодня фур, то есть, междугородних транспортных перевозок, потому что автоматизированные конвейеры, вот эти контейнеры будут перевозить ровно столько, сколько вам надо. И все это строится очень дешево, очень быстро и очень дешево в эксплуатации. Вот, друзья, я думаю, что для начала и для того, чтобы прокомментировать то, что сегодня происходит, я уж не говорю сегодня про тех засланцев или засранцев, которые до сих пор кричат, что у нас ничего нет и ничего не происходит, что это абсолютно незначимая вещь, что там нет никаких ноу-хау, нет никаких технических новых решений. Это, друзья, для них. Сегодня, чтобы вы понимали, что мы делаем, и чтобы, когда это произошло и увидели, изначально вы четко понимали, что вы к этому имеете отношение, благодаря вам и вместе нам это сделано, реализовано, спроектировано и построено. И тот бизнес, который сегодня будет развиваться, друзья, вот теперь подумайте, компания, которая будет решать все проблемы пробок в мире и все проблемы фур, которые находятся в Европе и в Америке, как вы думаете, ее акции будут что-то стоить или нет? Мне, друзья, что-то подсказывают, что будут. Так вот, друзья, мы еще подойдем к скоростным перевозкам, когда мы дадим скорости 500 км в час, когда мы подойдем к перевозку грузов, сыпучих грузов, это угля и руды, которые будут на порядок дешевле строиться, эксплуатироваться, и то, что сегодня уже монтируется в Экотехнопарке, это будет в два раза больше, чем Транссит переводить. Но это, друзья, давайте по частям. На сегодняшний момент Экотехнопарк начал выполнять свою задачу, он начинает демонстрировать технологию, он начинает вот то, что сегодня, друзья, что я очень важно сделал для вас. Я продекларировал очень важные вещи, которые сегодня могут быть. И сегодня у всех вопрос, если ты говоришь это правда, это просто фантастика, это здорово, мы хотим это увидеть. Вот это, друзья, мы сегодня и создали, мы говорим, ребята, в ближайший месяц вы это увидите. И вот когда вы это увидите, вы принимаете решение, чтобы к нам приходить, либо заказывать, или нет? Если нет, тогда зачем вам это смотреть? Тогда проблема, о чем вы говорите, она вас не интересует. Так вот, друзья, мы сегодня специально декларируем эти вещи, и задача Экотехнопарка – это декларируемые возможности технологий потом демонстрировать. И на этом делать капитализацию, на этом привлекать инвесторов, на этом привлекать заказчиков. Что мы, друзья, собственно, с вами делаем, 28, 29, 30 ноября, у нас первая такая презентация, она открытая, то есть все, кто считает нужным, кого-то можно пригласить, приглашайте, только, друзья, заранее адрес, на кого надо приглашение, присылайте Алексею Суходову или Виктору Бабурину, чтобы за подписью Юницкого шло персональное приглашение. Мы туда все-таки будем только персонально приглашать, чтобы не просто кто-то приехал с улицы, а кого все-таки пригласили. Поэтому, если считаете, что кого-то можно пригласить, обращайтесь, делайте, мы с вами будем обсуждать условия, ну, там, как это дальше делать, как дальше работать. Поэтому я лично сегодня и пользуюсь таким возможностям, я не раз говорил про одного своего еврея-банкира, который два года надо мной подсмеивается, на два года, так сказать, это о том, что мы снимаем на МКАДе, как строят какие-то опоры, мы там снимаем где-то в кружке умелые руки какие-то машинки, вот что все это ерунда. Ну, после Берлина он несколько перестал так подсмеиваться, ну, а сейчас, когда я его пригласил, сказал, что давай-ка на презентацию, там будет и Ротхук, и Ауэрикон, и министр транспорта там, ну, в общем, того-того-того-того-того-того-того-того, в общем, приезжай, в компании будет не скучно, и самое главное, ты своими глазами это и увидишь. Он, естественно, сказал, что он едет, но улыбка уже, друзья, не такая. Для меня это как раз будет такая двухлетняя победа, когда, да, я два года кивал, два года говорил, что да-да-да, и теперь у меня будет возможность сказать, ну, как, теперь ты можешь признать, что эти два года, ну, все-таки для того, чтобы вот это сделать, надо было очень хорошо поработать, очень хорошо, друзья. И мы с вами поработали. Ну, а так как работает, я уже могу сказать, конструкторское бюро и личный инженер Юницкий, но это, друзья, конечно, просто так описать, сделать нет. Но у Анатольевича такая, как бы там судьба, это Леонардо да Винчи нашего времени, Алексей приклеил ему еще один ярлык, он его еще и Прометеем обозвал, вот. Но это, друзья, уже, так сказать, с другого плана. Алексей, передаю тебе слово, а я как в конце... Благодарю Сергея Анатольевича. Здравствуйте, дорогие друзья, те, кто у нас перешел с вводного технико-экономического вебинара. То есть, ну, я думаю, не все проголосовали даже. Да, действительно, тема, которую мы сейчас затрагиваем, она не может не волновать того человека, кто только о ней узнает. Потому что это действительно возможность, которая бывает раз в сто лет, которая реализуется сейчас на наших глазах. И если весь мир на сегодняшний день, дорогие друзья, двигается в логике именно создания электромобилей, создания беспилотных автомобилей, которые вроде как будут облегчать перемещение, передвижение. И очень меня затронула статья и заинтересовала. Я чуть попозже сброшу ссылку обязательно. 99 перемен. То есть, каким образом самоуправляемые автомобили вообще изменят нашу жизнь за несколько десятков лет. И я хотел бы привести некоторые сравнения. Обязательно мы с Биллом Мерфи-младшим когда-нибудь пообщаемся, поспорим, который написал для издания ING колонку. Но два аргумента для меня оказались прямо в десяточку. И это как раз таки стратегия, которую Анатолий Эдуардович Юницкий и непосредственно мы с Сергеем Анатольевичем тоже донесли до компании вовремя именно потребность этого рынка. Я имею в виду в плане юнибайков, легкий прогулочный транспорт. То есть, компактный транспорт, несколько среднее, что-то между юнибайками, между юнибусами, юнилётами и что-то более простое, более лёгкое и более дешёвое в строительстве и в финансировании. То есть, господин Мерфи подразумевает, что да, действительно возникнет намного меньше случаев смертей, в ДТП, травм и так далее. То есть, мы с этим абсолютно согласны, но недавно Мерседес привели такой пример, что на самом деле, дорогие друзья, Мерседес, беспилотный управляемый, выберет тот пример именно сбить пассажира, когда у него будет предстоять выбор либо отъехать в сторону, либо съехать в кювет, либо сбить всё-таки пассажира. Автомобили будут выбирать сбить пассажира. И это страшно, дорогие друзья, потому что это доказывает неэффективность транспорта первого уровня. На втором уровне таких задач просто не будет стоять. Автомобили смогут коммуницировать друг с другом, говорит господин Мерфи. И это мы закладываем в глобальную сеть Transnet. Да, действительно, у нас будет большой объём так называемых Big Data, то есть больших данных. И Unibus и Unibike будут на самом деле обмениваться между собой этой информацией. И более того, мы предполагаем сейчас, дорогие друзья, опять же одно из предсказаний, таких вот мрачных предсказаний футурологов, что в электромобилях, в беспилотных управляемых автомобилях человек не будет находиться в безопасности и не будет иметь никакого личного пространства. То есть, как только он сел в свой беспилотный электромобиль, всё о нём будет известно той корпорации, которая подконтрольна эти автомобили. Мы же будем закладывать именно систему, когда большие данные будут максимально защищены. И сейчас мы это видим, это не ново. И вообще всё, что мы будем втягивать и впитывать в Unibike, на самом деле это всё есть. Но должно родиться какое-то пространство, и мы позиционируем это пространство Unibike, которое сможет, соответственно, впитать все эти направления, как открытая платформа. Ещё господин Мерфи говорит, что люди фактически перестанут владеть автомобилями, и все автомобили окажутся общими. То есть, естественно, концепция кошеринга будет распространена. То есть, не все будут владельцами своих Unibike, и это вначале будет роскошью, но потом на самом деле Unibike будет пользоваться каждый человек, потому что это будет... Вот раньше мы представляли название Unibox, то есть личная капсула такая, и сейчас немножко название поменяется. В ближайшее время вы услышите это название. Но как раз-таки стоимость владения электромобилем второго уровня будет минимальная. И если очень короткий промежуток времени, в начале развития технологии, это будет роскошью, как были обычные автомобили, то потом они станут народными. В городах сократится доход от транспортных налогов. Я хотел бы также прокомментировать это. И в этом плане мы закладываем то, что да, тоже сократится доход от транспортных налогов, но значительно увеличится поступление в бюджет от налогов конкретных услуг. То есть, соответственно, те услуги, которые будут использоваться в Unibus, те услуги, которые будут использоваться в Unibike, они будут составлять рынок. Что касается Unibike, вообще рынок услуг и рынок тех нюансов, которые нам будет помогать решать Unic в наших повседневных задачах, наш персональный ассистент. Их будет масса, и это будет значительная капитализация, которую сегодня невозможно предположить. Ее можно только предположить и спрогнозировать. Но никто не знает, какой это будет рынок. И что вообще есть транспортный налог, дорогие друзья? Сегодня мы платим кто по 3, кто по 2, кто по 5, кто по 7 даже тысяч платит за свой автомобиль для того, чтобы пользоваться неэффективными дорогами первого уровня, для того, чтобы стоять в пробках, для того, чтобы, соответственно, получать какие-то неприятные последствия при перемещении на неотремонтированном дорожном покрытии, ремонтировать шины и так далее. То есть вот за это мы сегодня платим налоги. И, дорогие друзья, я хотел бы вам сказать, что действительно меня поразило у господина Мерфи, и насколько тренд чувствуется, насколько Анатолий Эдуардович угадал этот тренд. Это действительно стоит и заслуживает внимания. Я прямо приведу примерную цитату, что в более отдаленном будущем, господин Мерфи говорит, логистика станет еще более эффективной. То есть у каждого человека появится своя личная капсула. То есть помните, мы говорили про личное пространство и так далее. Вот ничего не напоминает. Соответственно, эту капсулу будут передавать друг другу самые управляемые автомобили. И это в репортаже по футурологии, еще одной серии по практикующей футурологии. Обязательно посмотрите в конце вебинара, я включу этот репортаж. Вы услышите это. И фактически мы говорим о том, что будет обеспечиваться максимально рациональное использование транспортных ресурсов. Более того, мы закладываем, дорогие друзья, и хотелось бы, чтобы каждый из вас понимал, что сейчас мы отрабатываем ту технологию, которая началась с общепланетного транспортного средства. Обратным счетом, это все было оптимизировано до струнного транспорта. Сейчас мы будем демонстрировать в ноябре, это будет первый запуск 28-29 ноября, городской пассажирской трассы, совмещенной с легкой прогулочной трассой, по потенциалу способного выдержать нагрузки воздушного метро. То есть это до 50 миллионов человек в год. Это колоссальные показатели, действительно показатели дубайского аэропорта. Я вам чуть попозже обязательно сброшу выдержку по дубайскому аэропорту. И действительно это поражает. То есть в 2018 году говорят, что дубайский аэропорт будет выдерживать показатели даже 80 миллионов человек в год. Ну, это всего лишь получается полторы наших станций. Уже дубайский аэропорт сможет заменить наша станция. И это действительно колоссально, дорогие друзья. Это те аргументы, которые мы приводим при переговорах. И они действительно работают. Так вот, сейчас мы продемонстрируем пролеты, которые не может никто продемонстрировать. То есть 250-400 километров. Потом это будет максимально возможным до 5 километров, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий. Затем, и это и есть в бизнес-плане, в 2017-2018 году мы продемонстрируем уже высокоскоростную трассу, совмещенную с городской пассажирской. То есть вот, которую вдали вы видите опоры, которые у нас были первые самые поставленные. Еще зимой 19 промежуточных опор. И готовы уже и вторая анкерная опора, которая будет принимать на себя нагрузку, помимо первой анкерной опоры, потенциальный пассажиропоток, который мы сравним как раз-таки с дубайским аэропортом. И, соответственно, далее уже пойдет отработка еще более перспективной технологии. И Анатолий Эдуардович выстроил стратегию развития не просто на 5-7 лет, он выстроил стратегию развития, наверное, на 30-40-50 лет. Это, я могу сказать, не все корпорации могут выстроить такие планы и вообще так замахнуться далеко, потому что технологий не хватит. И компания Apple, допустим, у нее разброс технологий на максимум 3-5 лет. То есть если спросить у компании Apple, что будет через 20 лет, они скажут, не знаем, что захочет рынок, то, в принципе, и сделаем. То есть такого долгосрочного прогнозирования горизонта целей у компании Apple нет. Да, компания Google сейчас занимается также электромобилями беспилотными. Да, даже если говорить про крупнейшее IPO, недавно прогремевшее, ну как недавно, более полутора лет назад, это компания Alibaba, Jack Ma. Также с 2020 года он планирует продемонстрировать свои беспилотные автомобили, но все это автомобили первого уровня. Если они к 2020 году планируют продемонстрировать умные беспилотные автомобили, которые, да, будут разбирать различные ямки, да, будут определять проходящих пешеходов, останавливаться перед некоторыми из них, как говорит компания Mercedes, и в случае чего сбивать пешехода, потому что важнее сохранить жизнь либо пассажиров, либо водителя, и, соответственно, выбрать из этой ситуации, совершить достаточно неотическое решение. А мы в это время, дорогие друзья, мы уже будем заниматься отработкой гиперскоростной трассы. То есть это 1000-1200 км в час, там будет отрабатываться система шлюзования, там будет отрабатываться, соответственно, вакуумная труба, там будут отрабатываться условия в условиях фарвакуума. И все это, дорогие друзья, не просто так. Это ступенчатое развитие технологии, это строго регламентированные этапы. Вот у нас есть 15 этапов, по которым мы идем в финансирование экотехнопарка и в развитие технологии экотехнопарка. А это вообще развитие поколений технологии. И после гиперскайвэй, соответственно, создав материальную, техническую, производственную базу, мы сможем уже реализовывать глобальный проект, к которому мы все стремимся. И неспроста я на нем делаю упор на азбуке скайвэй, говоря, что с этого все началось, и к нему мы как раз таки и придем. Это общепланетное транспортное средство, которое возможно строительству только после отработки гиперскоростей. И если Hyperloop говорят, что сейчас они могут построить, соответственно, свои вакуумные трубы, отработать их и сделать безопасными, комфортными для перемещения человека, то, скорее всего, это брехня полная, потому что нужно отработать целый ряд технологий, либо произвести целый ряд предварительных испытаний для формирования той технологии, которую мы сейчас называем уже следующим поколением после высокоскоростной даже трассы. И только пройдя эти этапы, на самом деле можно сделать действительно эффективную технологию в перемещении внутри вакуумной трубы с высокими скоростями. Соответственно, понаблюдаем, какая будет история развития компании Hyperloop, то есть смогут они что-то показать, сколько денег они потратят. Но что-то мне подсказывает, что к 2020-2021 году мы уже этим будем вовсю заниматься на экотехнопарке. Это как раз-таки к вопросу. Многие спрашивают, а когда на экотехнопарке закончится финансирование? Дорогие друзья, никогда. То есть, да, есть финансирование именно корневой технологии, но потом технологии одна за другой будут выходить. И в этом плане я действительно сравниваю Анатолия Эдуардовича Юницкого с Прометеем. Почему Прометей? Потому что сквозь года 70-х годов Анатолий Эдуардович Юницкий пробивал стены и зажигал это направление. Действительно, возгорелось пламя, которое из маленьких стружек, из маленьких начал возгорится также пламя новых направлений, струнной технологии и совершенно новых направлений бизнесов. Но как раз-таки этот огонь новой технологии подарил только Анатолий Эдуардович Юницкий. И даже то, что делает сейчас Hyperloop, это было продемонстрировано еще в конце 80-х годов в виде концепции общепланетного транспортного средства. Это мы также будем популяризировать, это также мы будем доносить, потому что нужно помнить, где действительно были истоки. И я хотел бы обратить внимание на то, что почитайте вообще макроэкономический прогноз до 2030 года Сергея Анатольевича Сибирякова. То есть фактически 15 лет назад было сказано о том, о чем мы сейчас подходим. Естественно, Сергей Анатольевич Сибиряков сделал этот макропрогноз, основываясь на струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. И самым главным визионером у нас является Анатолий Эдуардович Юницкий. Он делает не просто практикующую футурологию, он делает не просто вещи, объединяющие направления. И Жака Фреско, проект Венера, который создал идеологию, и сейчас кто поспорит, что Skyway это идеология, что Skyway это сообщество, и Skyway это объединение людей, которые строят технологию, сравнить можно только с великой электрификацией Советского Союза, с строительством БАМа, который на народные усилия был рассчитан. И таких примеров истории, они были, но их не так много. И то, что мы с вами делаем, дорогие друзья, я могу сказать, что это действительно стоит уважения, и дань уважения будет отдана когда-то, я верю и надеюсь, и увидим мы, и полнометражный, я думаю, фильм, потому что появились фильмы еще при жизни Марка Цукерберга, социальная сеть, появились уже после смерти, к сожалению, Стива Джобса и Империя Соблазна, и когда уже будет демонстрироваться высокоскоростное направление, когда уже не просто Екатерина Волкова, наша звезда российского шоу-бизнеса, но и многие звезды шоу-бизнеса, звезды венчурного бизнеса, звезды, именно практикующие, не то что практикующие, мировой футурологии, будут заинтересовываться проектом Skyway. Дорогие друзья, не так долго осталось ждать до этих времен. Мне кажется, в 2017, максимум в конце 2017, начнут происходить такие переломные изменения в информационном поле и в охвате глобальным информационным полем Skyway, всех интересующихся вообще развитием будущим, что финансирование уже настолько ускорится, что можно будет задумываться действительно о гиперскоростях без каких-либо финансовых рисков. Потому что, дорогие друзья, на новом этапе будут представлены новые пакеты и вы их увидите. Пакет мультипликатор, если кто не в курсе, немножко такую вот я сделаю интригу и те люди, которые поверили в технологию, как Александр Мосин, замечательное интервью, обязательно посмотрите, как Ваня Полукаров, который тоже способствовал тому, чтобы и я вошел в проект, потому что он донес через несколько людей тому человеку, который мне рассказал о проекте. И многие люди, которые начали марафон, сошли с дистанции, сейчас есть возможность вернуться, получить, соответственно, привилегию и в новых пакетах вы сможете увидеть эту привилегию, воспользоваться ею. Больше ничего не буду говорить, потому что до перехода на новый этап не так много осталось. Завтра, если не ошибаюсь, включительно уже переносов никаких не будет и перенос этапа произошел на три дня только по причине того, что ну просто заходили на сайт и невозможно было загрузить, хотя технические возможности серверов были наши увеличены в 10-20 раз, но финансовые потоки настолько возросли фактически в каждую минуту иногда мы наблюдали по 10-15 транзакций, это естественно радует, это формирует график строительства уже будущего строительства подготовки к скоростному исполнению, которое вы можете увидеть в бизнес-плане, но это не может не радовать, дорогие друзья, и соответственно так как мы не MLM система, мы не какой-то проект, мы ни в коем случае не какие-то интернет-проекты, которые рождаются и падают фактически каждые полгода это самый выносливый максимум год, мы демонстрируем то, что когда-то продекларировали, и те люди, которые на ранних стадиях поверили, дорогие друзья, ваши усилия и ваши надежды в числе первых будут соответственно оценены по достоинству. Ну а недавно, дорогие друзья, оценил по достоинству наша партнерка, о которой мы говорили, Адриан Кармосы, и в конце я также поставлю обязательно отзыв после выступления или до выступления по футурологии Сергея Анатольевича Адриан, вот буквально днем я общался, поэтому чуть-чуть задержался на вводном технико-экономическом вебинаре, и он сказал, что настолько у меня энергия сейчас рождается, я не могу это объяснить, но сейчас новый этап. Благодарю вас, друзья, то, что вы мне показали направление юнибайка, ну а мы, соответственно, дорогие друзья, мы увидели направление Sky Fitness, которое мы представим уже в Юрмале. Это всего лишь одно из направлений, которое мы будем представлять в наших юрких, мускулистых, мускулистых сейчас по праву можно назвать, юнибайках, и вы не представляете, насколько высокоинтеллектуальным будет наше мобильное личное подвижное пространство, в котором мы будем проводить огромное количество времени, и в котором мы будем защищены, в отличие от того, что говорят такие вот в мрачных прогнозах футурологи. И обращаясь также к Мерфи, я могу сказать также про интересный прогноз его. Также в этом мы солидарны, и хочется пообщаться с этим человеком, может быть, написать письмо, так как мы действительно синхронно развиваемся в этих направлениях и в мыслях. Это тренд, который уже воплотился в реальной технологии, в реальной машине, в юнибайке. Он сказал, что основные инновации в личном транспорте придутся, внимание, дорогие друзья, на велосипеды. Что такое юнибайк? Юнибайк – это велосипед 21 века. Велосипед и ходьба – вот все, что вы сможете контролировать физические средства передвижения. Значит, вам следует ожидать больше инноваций в этих областях. И если он закладывает прогноз, то мы можем написать письмо «Господин Мерфи, посмотри, мы уже реализовали то, что ты говорил». Я думаю, что он обрадуется, потому что его мысль получила физическое воплощение. Но что касается физической формы, я думаю, без вообще каких-либо комментариев можно заметить, что Адриан Кармоци в полной физической форме. И это действительно лицо, которое по достоинству представит новое направление Sky Fitness, новое направление фитнеса будущего. Адриан недавно 15-го числа, когда я был в Германии, победил с большим отрывом на отборочных соревнованиях на чемпионат мира по натуральному бодибилдингу. Это не химия, дорогие друзья, это именно натуральная фитнес-форма, фитнес-подготовка. И как раз-таки такую фитнес-форму можно будет с подачи тренировок Андриана внутри нашего подвижного состава также обрести уже в ближайшем будущем. Все, больше ничего по этому направлению не скажу, но я спросил у Адриана, Адриан, как ты думаешь, вот ты в прошлом году был вице-чемпионом всего мира в натуральном бодибилдинге, подкрепит ли в тебе веру и уверенность в твоей победе, если в тебе не будут сомневаться и на тебя будут надеяться как минимум более 100 тысяч людей по всему миру, потому что ты действительно являешься фитнес-символом нашего Skyway. Адриан сказал, естественно, это даст мне неимоверный заряд и толчок энергии и, дорогие друзья, уже скоро в Минске Адриан также испытает уже на себе наши юнибайки и скажет новый слоган, который мы проработали, который родился совершенно спонтанно в Словакии, но об этом мы расскажем уже на конференции в Юрмале. И не только мы строим Skyway, не только мы спасаем планету, дорогие друзья, не только мы объединяем мир, но и мы сохраняем то самое главное, то, что у нас есть, помимо времени, это здоровье. То есть со Skyway человек будет здоровым, счастливым. И это ли не миссия великой корпорации, которая будет менять ход истории не только транспортной, не только энергетической, коммуникационной инфраструктуры, но и жизнь обычного рядового человека, который и представит себе технологию, свою жизнь без технологии Skyway уже в ближайшие 2-3 года не сможет. Строй Skyway, спасай планету, дай дорогу, спасибо, Алексей. Вот, конечно, комментарии тут народ пишет, так сказать, это, но что сделать? То есть это действительно познакомились с очень уникальной парой, там на фотографии был Адриан и Инна, они пока еще жених и невеста, надеюсь, что с подачи Skyway мы еще сыграем и Sky-свадьбу, она первая красавица Словакии, вот, именно презентации здорового образа жизни и мы сейчас с ними наметили целую такую программу, интересно, вы в ближайшее время о ней увидите, как раз это такое Sky-фитнес направление и мы расскажем, как это все будет делаться, как это все будет создаваться, это вот как раз наша такая заготовка, наша работа для Юрмала. Вот, соответственно, чем интересно, мне тут на вебинаре дневном писали, что надо чай с имбирем пить, ну, для того, чтобы здоровье было и все, так вот, интересно, что мы познакомились как раз с Адрианом, его, ну, бизнес, помимо того, что он профессионально занимается бодибилдингом, он еще и ведет именно компанию, которая продает настойки из, профессионально делает подмостойки из имбиря и меда. Интересный, Energy называется, интереснейший напиток такой, как бы, утром он, 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 так как на самолете привезти трудно было, но вот сейчас с Юрмала обязательно привезем, то есть он, и они как раз с Миной, вот, со своей подругой, они пропагандируют именно здоровый образ жизни, именно естественный, и это, и когда у них там образуется семья, я уверен, что мы еще искай свадьбу с вами в Перископе увидим, ну вот, соответственно, это вот, когда создаются такие нормальные, здоровые вещи, то есть когда люди спортивно ориентированные, люди, которые ориентированы на будущее, ориентированы на здоровый образ жизни, вот, они приходят и видят, становятся нашими партнерами, это друзья тоже все очень здорово радуют, очень рецепт поделитесь имбиря основной, а он уже продает готовые настойки, надо их просто заказывать, соответственно, это очень-очень такой хороший-хороший напиток, мы его покажем тут на следующей неделе, вот, так что это не считайте как реклама, просто считайте это как партнерское продвижение, мы с Алексеем эту настойку пьем, вот, она на меду с имбирем, очень полезная, очень бодрящая, очень вкусная, так, а что с монетами, когда раскроете секрет, друзья, с монетами я вам сразу сказал, что это только Анатолий Эдуардович, это только личные его прерогативы, я думаю, что это произойдет все-таки на фестивале, на Sky-фестивале, который будет в апреле. Так, поэтому, значит, друзья, давайте еще раз по анонсам, значит, у нас с вами сегодня завершающая стадия завтра смена дисконта, на три дня продлили по двум причинам, ну, скажем так, конечно, техническая причина это одна, очень, как бы, такая важная, что действительно, очень многие там, особенно в спешке, кто-то перепутал платежи, где-то зависли, где-то банки не приняли, где-то платежные системы сдали, сбой, в общем, было это, поэтому шел вал, 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 просьб просто продлить, продлить, ну, и второе, конечно, что как раз это совпало с трехлетием, с двухлетием, с юбилеем, с трехлетием создания компании 16 октября, это создало, совпало с временем закладки нулевого километра, и как подарок такой от компании, что, друзья, если еще хотите и вы считаете, что это вам необходимо, то еще три дня дали времени для того, чтобы поучаствовать, ну, скажем так, именно в завершающей стадии, вот, прошу, чтобы вы понимали еще одно такое, ну, штрих, чтобы не казалось о том, что это, скажем так, процесс, который не зависит к текущему состоянию, значит, мы изначально говорили, что крупные инвесторы, крупные инвестиции должны приходить на низкие дисконты, и если сегодня у нас инвесторы стали бы соизмеримы уже с там сотнями, сотнями тысяч, миллионами долларов, то есть на очереди уже стоят инвесторы более крупные, потому что объем работы увеличивается, как вы понимаете, чтобы строить скоростную трассу 18 километров, проводить весь комплекс испытаний, это очень дорогостоящее мероприятие, естественно, что объем инвестиций, выполненной работы, он должен быть на другом уровне, и здесь абсолютно четкая установка, что чем выше уровень инвестиций, который входит, тем ниже должен быть дискаунт, это абсолютно верно, потому что крупные инвесторы приходят тогда, когда уже риски минимальные, и сейчас я вам могу сказать, что очень большое количество людей, которых лично я знаю, инвесторов, банкиров, крупных фондов, они сидят, ждут сейчас, когда это все поедет, и когда я им говорю, ребята, будут же сменяться дисконты, они говорят, ничего страшного, мы заработаем, мы меньше, ничего в этом нет, зато мы увидим, что это есть, это существует, и тогда мы пойдем, и естественно, что как только это произойдет, там, друзья, смена дисконтов будет очень быстро происходить, потому что это будет лавинообразный процесс, когда будут одни приходить, за ним следующий, 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 соответственно, мы очень быстро будем менять дисконты, я думаю, что вот на этой скорости замены мы очень быстро в увозримом будущем, конец этого года, середина следующего года, мы выйдем в то, что мы закроем вход для краудинвестинга в корневую технологию, и начнется новый этап, друзья, это уже создание инвестиционного фонда, это капитализация пакетов, это уже подготовка к выходу на уже IPO на открытые продажи, то есть они тоже, это следующие горизонты, друзья, здесь целая стратегия, меня тут вопросами замучили, когда будет IPO, когда, так сказать, это, друзья, я вам могу сказать, что у каждой крупной компании есть своя стратегия IPO, у Майкрософта была своя, у Суккемберга своя, у Амазона своя, у Безис своя, то есть у всех была своя стратегия, и у нас будет своя, вот, и поэтому сказать сейчас, какая она будет, я вам просто скажу, не скажу, не скажу, не будете вы знать, какая будет, но она будет своя, и направлена на то, чтобы активы и акции, которые у вас есть, они капитализировались с максимальным эффектом, а вот то, что продать и получить прибыль, можно намного раньше этого, вот это я вам точно гарантирую, 100% могу об этом сказать, потому что тут такой шум, что-то подняли, а тут чаты посчитал, это, знаете, как не очень красивый анекдот, но у меня в деревне говорили так, особенно моя бабушка, что в одном конце деревни кто-то, извините за выражение, а в другой стране кричат, что обосрался, понимаете, вот, то есть вот примерно таким же уровнем сейчас идет обсуждение того, что происходит, люди не знают, о чем речь, не представляют, но при этом очень активно, бурно начинают обсуждать, и еще с какими-то меня тут завалили и письмами, это, что я сказал, что не будет IPO в головной компании, во-первых, такого никогда не было, я говорил, что есть своя стратегия, я одну заготовку говорю всегда, а во-вторых, друзья, это не соответствует действительности, но друзья, так, смотри, чем мне стишок, вот, вот, друзья, смена дисконта это естественный процесс, мы к нему подошли, это значит, что идет развитие, значит, приходят инвесторы, идет развивающийся компания, значит, процесс идет своим чередом, работа выполняется, развитие, как вы видите, уже по новостям, тут, друзья, мы вообще уже скоро перейдем к тому, что будем просто комментировать те репортажи, которые идут с Марьиной горки, более того, я думаю, что нам даже два вебинара в неделю не будет хватать для того, чтобы комментировать все новости, с какой скоростью они сейчас приходят, значит, еще раз, 28, 29, 30 ноября, делегация с Австралией, и мы собираем крупных инвесторов, если считаете, что у вас есть желание кого-то сюда подключить, у вас есть такие возможности, подключайтесь, Алексей Суходоев, Виктор Бабурин, будут персонально высылать приглашение на того, кого вы будете указывать. Дальше у нас будет презентация в этом месяце для крупных банкиров в Испании, если получится, я поставлю трансляцию в Перископе, но если нет, то, друзья, тут уж не обессудьте, это все-таки мероприятие, которое готовится той стороной. во всяком случае, мне бы самому было интересно, чтобы в прямом эфире прошла презентация уже такого рода банкиров. Значит, дальше у нас в ноябре ждет, мы с Алексеем будем на презентации нашего традиционного клуба уже в Ганновере, это под Зарфульце, за Зарфульце, да, и, соответственно, у нас будет конференция 26-27 в Самаре, большая конференция двудневная, там будет из мэрии кто-то, вице-мэр, может быть, сам мэр, мы будем подготовить и подпишем соглашение, оно уже готово, я думаю, что мы успеем подписать его к нашей конференции. Ну, вот, друзья, это вот те события, которые нас ожидают на ближайшее время, ну, а так все, конечно, ждем начала ходовых испытаний, ждем репортажей и ждем тогда, когда эта вся сказка уже реально начинает обретать очертания, когда уже она становится былью. Ну, вот, друзья, давайте на этом будем завершать. С Юрмалой вы увидите новую концепцию для Юнибайка, то есть это мы вам обещаем и гарантируем, я считаю, что это будет очень интересно, но это, друзья, первый шаг. Дальше еще будет много-много шагов таких, как мы это называем, из практикующей футурологии, тут Анатолий Дуарович пошутил, говорит, вы так со своим Юнибайком сейчас, он у вас уже летает, плавает там, он у вас так скоро и в космос полетит, я говорю, Анатолий Дуарович, не вам мне рассказывать, когда и каким образом он полетит в космос, и могу вам сказать, что в космос Юнибайк полетит обязательно, но не в этом году. Друзья, на этом давайте завершать. Строй Skyway. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова